Всем привет! У меня был очень большой розыск, и мне тут пришла такая идея, как этот розыск можно снять довольно-таки необычным способом. Я не буду это по рации обсуждать, подъезжай. Я не буду это по рации обсуждать, подъезжай. Едем прямо дома. И Саня Спайшел тоже в ней участвует? Уже нет. Это было неплохо. Да он сам подлез под колеса, в смысле? Ну как, ну как устроить конкурента за 5 секунд? Короче, блин, где мой дом-то? Сука. После вчерашней фигни я в охереть каком розыске. 5 или 6 сотрудников на мне. Ты помнишь, я взорвал бомбу вчера, блин? Так, смотри, вот ты сейчас там где бегаешь, там вот становится страйдер. То есть вот в этой области выбирай место. Дай вот здесь поставь. Ну выбери, как тебе больше нравится, просто я не вижу. О, вообще не видно, кстати. Взорвешься. Возле машины. Возле машины сотрудник. Чего вы двери не открыли, которые идут? Второй сотрудник подходит. Скажи, просил вас помогать. Ликвидировать? Ликвидировать их много там. Да, да, да. Минус все. В общем, ближе к делу. Дело в том, что у меня было приличное количество всяких различных растяжек, мин. Я решил поставить их по периметру всей территории моего дома. В доме, на территории и даже немного дальше. И устроить такую некую осаду дома. Позвонить в полицию и начать блефовать о том, что якобы заминирован весь город. Снимайте с меня этот розыск. Иначе случится что-то ужасное. Получится что-то из этого или нет? Давайте посмотрим. Итак, дамы и господа. Последние штрихи. Ставим растяжки в доме. Так, одну поставим на главный вход. Одну на задний. Где-нибудь здесь вот. Вот так, вот так, две. Думаю, хватит в доме. И у меня еще одна прыгающая мина осталась. Вот, вот эти все точки. Это, короче, где я мины поставил. Я отмечаю по всей карте, чтобы не забыть на всякий случай. Довольно-таки большая территория заминирована. Ну и одну давайте вот здесь поставим. Если они решат спрятаться тут за углом, эта штука прыгнет. Им мало не покажется. Все, три мины в доме. Я, в принципе, доволен. Хорошо. Так, теперь у меня где-то в доме были... Баллистические щиты. Можно забаррикадироваться здесь, попробовать, чтобы меня особо не простреливали. Так. Давайте вот тут одну попробуем у окна поставить. Где он? Так. Эм. Блин, он чего не ставится? Короче, походу он проваливается под пол. Ну такое себе. Так, ну-ка второй, если поставить. Блин, а я так думал, хорошо спрятаться в коробочке. Ай, не получается. Ладно, давайте звонить полицию. Да, чуть не забыл, у меня тут у дома Дартра стоит. Сейчас мы поднимем воздух, ну для того, чтобы лучше видеть обстановку, что происходит. Потому что в доме нихрена не видно. Сейчас эту штуку поднимем на высоту где-то 300 метров и будем смотреть за ситуацией сверху. Так, ну что ж, первый контакт. Офицер, это Олега, слушаю. Алло, здрасте. Здравствуйте. Я там в розыске нахожусь у вас в базе данных. Можете узнать, так это или нет вообще? Пойдите на дежурную часть, проверьте. Я не могу, вы меня повяжете сразу, я не хочу туда подходить. Можете проверить это? Нет, я это не могу проверить. Ну как это проверить? Подойти на дежурную часть. Ну я не могу туда подойти. Почему? Потому что меня повяжет, если там розыск. Я не хочу, чтобы меня отправили в тюрьму. Я не хочу розыск, снимите его, иначе это... Какие-нибудь проблемы будут в городе. Вы понимаете, намек. Проблема будет в городе? Ну да, проблемы. Нам же не нужны проблемы. А что, террорист? Нет, ну всякое может произойти, там что-нибудь взорвется, здесь, ну это ж не я, ну мало ли, просто может. Всякое может случиться. Вы сейчас угрожаете, что ли, мне? Нет, нет, просто розыск снимите, и все будет хорошо, и все будут жить мирно. Я думаю, мы договоримся. Ничего. Я думаю, что к моему дому не нужно подходить на самом деле. Ну мало ли что-то произойдет ужасное. И я не хочу отсюда выходить, потому что мне страшно охренеть, как с этим розыском. И в-третьих, может быть, его даже нету, может, у меня паранойя. Все возможно. Как вам зовут? Как вам вы посмотрите ваш розыск вообще? Джонни Блэкстон, да. Джонни Блэкстон. Смотрите, пожалуйста, Джонни Блэкстон. Там уже у меня под окнами какие-то машины подозрительные катаются. Мне очень страшно. Может, они уедут, ну, на всякий случай. Не знаю. Может, может, не надо. Никому не говорили. Меня Саня хочет убить. Какой Саня? Ну, тот, что спешл. Я убью его, я убью его сейчас. Убирайся с дома, придурок. Пошел нахер отсюда, дебил. Перестрелка, блядь, помогите. Полиция. В доме. Не слышу. В доме. В каком он доме, гражданин? В доме, блядь. Его все как дома заменируют. Алло, блядь. Он минирует дом. Он дом минирует мне. Какой дом минирует? Саня спешл приехал, дом минирует. Где вы находитесь? Блядь, я не знаю. В доме. Я тоже не знаю. Я... Алло, помогите, вызывайте сват. Сват, он... Он заминировал весь дом. Вам заминировали дом весь? Да, Саня, ты что делаешь, дебил? Я тебя разминировал. Помогите. Саня, блядь, слышишь? Уходи отсюда. Он взрывает, там взрывы какие-то. Взрывы пошли. Я был подкреплением, вот один. Че? Я был подкреплением, вот один. Все ты тут делаешь? Пи***ь. Что ты делаешь? Алло, офицер. Все будет хорошо, мы рядом, мы уже рядом. Минировал бы все. Саня, тебе пи***ь. Тойота черная. Тойота черная, да? Тойота, блядь, сука. Ебанутый, блядь. Он минирует машину. Он минирует машину, мне говорят. Да, да, в данный момент. Осторожно, потому что... СВУ устанавливает. Вы его видите? Он там поставил какую-то х**у под дверью. Мы уже рядом, мы уже рядом. Я в окно сейчас выглядываю. Вон он что-то ходит там это, возле каких-то... Вон он что-то ставит опять. Саня, пошел нахер отсюда! Он стоит... Он стоит и кричит мне в окно какие-то нецензурные слова. Это гражданин с баранжем посеминировал урон. Саня, иди нахер отсюда! Схуя ли? Это моя территория вообще. Пошел нахер отсюда, блядь. Депутат сраный. Он провоцирует какую-то ситуацию, явно. Он что-то там заминировал, ставит, блядь. Он зашел. Мы слышим, когда нет. Чтобы не убираться в этой ситуации. Он говорит, давайте выходить из дома. Я не хочу выходить. Я просто думаю, что я в розыске. Я не хочу. Он говорит то, что он не хочет выходить из дома. Я хочу снять розыск и я в игру. Он говорит, что он хочет снять розыск. Я случайно, я это случайно сделал. Я это... Так получилось там. И никто не пострадает. И губернатор будет жить, и медики будут жить. И все хорошо вообще закончится. Горнин, я это все уговорю. Продаю больше старшим. Сознать меня. Они говорят, что это не получится. А что я? Я в тюрьму не хочу. Там отстойные матрасы. Товарищ Горнин, товарищ Горнин, можешь, пожалуйста, перезвонить? У меня тут некоторые проблемы. Алло, алло, я на КВ. А их тут очень много. Они взрываются уже все. Они взрываются. Все, я ухожу. Блин, опять взорвались. Начальник убит. Да, я это вижу. Вокруг него еще... Мне надо звонить сюда полиции. Там это переговорщик. Подожди, походу все по плану идет. Ну, не, не все взрываются. На самом деле у тебя близко очень удобно. Тихо, тихо, тихо. Алло, я розыск хочу снять, помогите. Розыск снять? Да, я звонил уже. У меня розыск. Я из дома не хочу выходить. Тут приехала полиция, блин. А я, походу, в розыске. Все розыск снять, что вам снять розыск. Мне необходимо прибыть на участок, гражданин. Идите из дома. Мне гранаты в окно кидают. Пошли вы отсюда. Гражданин, вы меня слышите? Да. С вами горит детективное бюро. Гражданин Кисомов. Я хорошо слышно, гражданин? Я же звонил уже. Чего приперли сюда? Сказал, тут небезопасно. Я понимаю, что небезопасно. Ну, вы как себя чувствуете? Ну так, это мне что-то прилетело сюда. Прилетело. Смотрите, больше ничего не прилетит. Давайте с вами поговорим. Смотрите, я сейчас убираю оружие, поднимаю руки. Чё тебе надо? Отхожу. Можно посмотреть на вас? Нет, я что, дурак, что-то снайперы сидят по-любому. Нет, нет, чё я вам даю слово допустим, чтобы, по-моему, никому не будет стрелять. Не-не-не, это плохое слово. Чё вам надо-то? Я звонил по делу, а вам чё надо? Ну, вы как собираетесь выходить отсюда? Я хочу это, ну, это... Тему решить с розыском там сначала. Давайте я помогу вам решить. Помогите. С розыском. Помогите. Каким образом это делать? Вы возьмёте компьютер и это меня оттуда. Уберёте вообще полностью. Ой, блядь. Чё взрывается? Ай, блядь. Я погрузил. Чё там за трактор приехал? Гражданин, слышите меня? Давайте продолжим. Я могу сложить оружие, зайти к вам и выписать вам штраф. Надо будет сделать это очень осторожно. Я не знаю, может, вы блефуете. Смотрите, ну, единственная возможность просто, ну, как-то снять соц. Розыск, это штраф. Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Я не знаю, но если что-то пойдёт не так, там, этот человек снаружи есть, у него штука очень такая серьёзная, он тут недалеко вообще сидит. Если что-то не так пойдёт, нам всем хана. Что у него за серьёзная штука? Я не могу сказать все карты вам раскрыть, но у него серьёзное дерьмо в руках. Гражданин, солица, у вас три тяжёлых ранения, вот, ещё вооружённых нападений хочу. Полицейский департамент устрывался, он беспокоит. Мы выдвигаем вам прямые требования, чтобы вы вышли из дома, в противном случае будем применять силы и взломывать ваше жилище. Мистер офицер, у меня к вам встречное предложение. Вы снимаете с меня розыск, я отсюда ухожу и город оставим в покое. Нет, оно так не устраивает нас. Почему вообще вы можете взять городу? Вы хотите узнать? Давайте не встанем, давайте я уйду отсюда целым. Я уже понимаю, что я в полной жопе и мне надо как-то отсюда выйти. В чём тогда мой см... Где моя выгода? Это плохо. Это моя территория, я тут живу. Нет, ваша территория в вашем доме находится. Так, это... Вот этот весь участок с забором, это я всё купил. Я понимаю, что вы это всё купили, но есть одна проблема, гражданин. Никто не право устроить изрыжающие вещества на вашей территории подвигают других людей опасности. А это прямое нарушение закона. Всё в порядке, я... Так, не надо ломать мне двери. Там... Там позади вас человек с серьёзным дерьмом. Вы бы это... Подумали ещё раз, на всякий случай. Ну, мало ли. Там человек позади вас с серьёзным дерьмом в руках. Да-да, вот там. Да нет, там никого. Да есть, есть. Давайте договоримся. Я защищаю свою территорию любой ценой, да. Не при помощи гражданин. Да, при помощи всего, что нужно. Нет, не при помощи всего, что нужно. Вы и закон должны знать, гражданин, и такие методы защиты всего дома. Законы не работают. Работают, гражданин. Нет, это неправда. Сейчас они проводятся в конкретно вашей персоне в данный момент времени. Понимаете? Или не понимаете? Ну так, слегка понимаем, слегка не очень. Ну, надо вам не слегка понимать, гражданин. Надо глубоко осознавать это. Должны быть меры безопасности нахождения на острове. И когда вы минируете свой прилегающий или малый какой-то ребёнок, мячик он закинет во двор, что он наступит на мины и умрёт за это, и кто будет за это отвечать? А, гражданин, вы об этом подумали? Я не знаю. Вы будете отвечать, но я знаю за то, что вы будете отвечать, потому что это ваше устройство, ваше, ну, такие меры от предосторожности. У вас есть меры предосторожности в виде сигнализации на дома и как-либо... Пошёл ты нахер, достал трепаться. Так, надо с этим разобраться. Ко мне офицер, подойдите, генерал, подойдите ко мне. Прошивают. Попали! Охуеть! Их там слишком много. Пошли нахер с моего дома! Так, вы хоером быстро руки поднимаете. Либо куда я не пойду. Значит, будет кроме нам боевая рушь, вы будете устранены. Нет! Вы так не договаривались. Кхе-кхе! Нет! Ааа, сука! Ну что ж, дамы и господа, вот такая вот у нас получилась серия. Держались до последнего. В общем... Мне кажется, получилось довольно-таки забавно. В любом случае, розыск мы каким-то образом даже сняли. Что ж... В общем, пишите ваши комментарии, идеи, ставьте лайки. Увидимся в следующий раз. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok